Дорогие друзья, открылся сезон рыбалки на лососе. И я, конечно же, не мог его пропустить. Данный вид рыбы называется чинук, или же королевский лосось. Он один из крупнейших по своим размерам в своем виде. И икра у него имеет желтоватый оттенок. Рыбалка была отличная, но и плодотворная. Три лосося, из них две самки с икрой. Три килограмма красной икры. Ну и естественно, икру надо очистить и засолить. В этом ролике я представлю вам простой способ очистки красной икры подручными существами. Для этого нам понадобится ракетка от бадминтона и посуда для того, чтобы собирать очищенную икру. Начинаем растирать пленку с икрой. Она называется ястык. Растираем ястык круговыми движениями, слегка надавливая. Давление не должно быть очень сильным, чтобы икры не лопнули. Но и слишком слабым не надо. У меня ракетка и емкость оказались несторазмерны друг к другу. И по ходу съемки заменили на большую, по размеру и с более крупными отверстиями. Ну и модернизировали, закрепив все это дело канцелярскими прищепками. Кстати, оказалось очень удобно. И дело пошло намного быстрее. Всем советую. Некоторые икринки не выпадают из ястыка. Их очень легко можно очистить легким нажатием пальцев. Кстати, имейте под рукой бумажные полотенца. Руки часто придется вытирать от пленки. Очищаем сетку от неосоединившихся икринок. И все. Икра почти готова. В ней еще много всяких маленьких частиц. Пленки, крови и все такое. Поэтому надо ее тщательно промыть. И все. Воду используем обязательно холодную. Пересмотрел много роликов. Некоторые люди используют теплую воду. Крайне не рекомендую. Так как в теплой воде икринки лопаются и могут свариться. В ходе промывки будут отделяться мелкие ворсинки пленки. Убираем их, процеживаем через сито. И опять промываем. До тех пор, пока вода не будет чистой. У меня потребовалось пять раз. Лучше не полениться и хорошенько промыть. И иметь в конце прекрасный продукт. Ведь готовим же для себя. В ходе промывки будут всплывать лопанцы, ворсинки и остатки пленки. Их мы выбираем. Некоторые икринки приобретут белесый цвет. Не волнуйтесь, это нормально. Натуральная икра, соприкасаясь с водой, может менять свой цвет и форму. Но в конце она будет иметь прекрасный однородный вид. Ну вот, пришло время приготовить соляной раствор. Он называется тузлук. Знающие люди его готовят путем добавления соли по ходу в кипящую воду. До тех пор, пока соль перестанет растворяться. У меня этот тузлук очень соленый. Поэтому назову его солоноватый раствор и приготовлю по своему вкусу. Дабы избежать мудрых советов по приготовлению тузлука. Засыпаем соль. Наливаем холодную воду. Примерно половину посуды, в которой готовим подсоленную воду. Вода обязательно должна быть холодной. Не забываем об этом. Так как соль совершенно разная у разных производителей, насыпаем не очень много. Постепенно будем доводить до нужной пропорции. Размешаем соль и дадим чуток времени, чтобы соль растворилась. Будем проверять испытанным годами способом. Сырое куриное яйцо или же сырая картофелина. Я проверю сразу двумя. Ну вот, и картофелина, и яйцо всплыли. Означает, что раствор готов. Засыпаем икру в раствор. Устанавливаем таймер ровно на 7 минут. В течение этого времени желательно постоянно перемешивать икру. О, слышно наш таймер. Значит, 7 минут прошло. Сливаем воду через грушлаг. Добавляем в кастрюлю с укрой холодную чистую воду. Опять все хорошенько перемешиваем. Ну, примерно полминуты, чтобы засолка остановилась. Сливаем воду через грушлаг и оставляем примерно минут на 15-20, чтобы икра хорошенько процедилась. Сейчас надо добавить масло. Можете использовать любое по вашему вкусу. Оливковое, подсолнечное или растительное. На 2,5 килограмма очищенной икры я налил 80 грамм растительного масла. Но это тоже все по вкусу. Оставим икру на 10-15 минут и заново все осторожно перемешаем. После чего можно расфасовывать в маленькие баночки или любую удобную для вастару для длительного хранения. Плотно закрытая банка и помещенная в морозильник может продержаться довольно долго. Ну, вот и все. Теперь вы знаете, как легко очистить ястык и засолить икру. Надеюсь, ролик вам понравился. Буду рад лайкам и комментариям. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующий ролик. До новых встреч. Пока!